Привет, друзья! Сегодня мы с вами разберем альгинатный увлажняющий шампунь нано-органик и сначала прибежимся с вами по составу, а потом я остановлюсь на некоторых особенностях использования, которые могут быть краеугольными для того, чтобы получить максимум от этого продукта. Как любой шампунь, мы с вами начинаем разбирать с композицией ПАВ. От нее полностью зависит, насколько шампунь будет объективно мягким к волосам. Итак, здесь композиция ПАВ – это два используемых, мягких, сертифицированных европейскими системами эко-сертификации ПАВ. Это кокаин глутамат натрия и лаурилглюкозид. Лаурилглюкозид – это родственник какого глюкозида, децилглюкозида. Они практически идентичны, отличаются только чуть-чуть длиной жирных кислот, которые использованы. Это не ионогенный, очень мягкий ПАВ. Кокаин глутамат натрия относится к анеонным, но при этом у нас все глутаматы настолько мягкие, несмотря на то, что они анеонные, что они, например, мягче, чем кокамидопропилбетаин, который долгое время считался таким ПАВом дубора для волос. Получается, мы с одной стороны обеспечиваем достаточно хорошие очищающие свойства за счет кокаин глутамата натрия, и при этом лаурилглюкозид дает, с одной стороны, стабилизацию пены, с другой стороны, еще большую мягкость вот этой композиции. В целом, если мы сделаем просто раствор в воде вот этих ПАВов, то в отличие, например, от сульфатов, которые сходу дают загущение, если чуть-чуть добавить соли, то здесь будет просто водичка по ощущению. Для того, чтобы превратить в шампунь, нам нужны загустители, гелеобразователи. И в качестве гелеобразователей здесь используется альгинат из бурых водорослей. Именно поэтому он в шампуне называется альгинатным. И он, кроме того, что загущает, обладает еще одним интересным эффектом, на котором мы чуть попозже остановимся подробнее. По увлажнителям и другим активам. Что нас здесь может заинтересовать? Первое, это депентинол, провитамин В5. С одной стороны, все знают, что он характерен противовоспалительным действием. То есть, как актив он работает как противовоспалительный. С другой стороны, химически он является многоатрным спиртом. Поэтому он хорошим увлажнителем одновременно выступает, кроме своих противовоспалительных свойств. Экстракт пальмарии тоже из-за разряда, знаете, ячтец и жениц и геогрец. Почему? Потому что, с одной стороны, экстракт пальмарии является тоже самостоятельным загустителем. Он помогает оригинату загущать шампунь. С другой стороны, у нас пальмария содержит комплекс очень сильных антиоксидантов, флоротонинов, которые обладают хорошим УФ-протекторным свойством. То есть, с одной стороны, они загустители, с другой стороны, это УФ-протекторные свойства. Что для волос тоже необходимо. Почему? Потому что у нас повреждения ультрафиолета мы часто недооцениваем, но на самом деле оно весомый вклад в повреждения волос вкладывает. Масло амаранта. Чем интересно? Масло амаранта – очень высокое содержание природного аналога скволена. Вы помните, что скволен у нас критичен в кожном себуме именно для хорошего самочувствия волос, потому что он является основным ответственным за способность кожного себума склеивать чешуйки кутикулы, делать кутикулу герметичной и защищать внутреннюю структуру волоса от повреждений. Поэтому, во-первых, масло амаранта здесь является поставщиком растительного аналога скволена. И плюс с другой стороны, но в любом случае в шампуне требуется какой-то пережиривающий компонент, который образует тоненькую пленочку на волосах, потому что будет смываться почти полностью, но не совсем, для того, чтобы обеспечить дополнительную защиту. Экстракт льна интересен тем, что содержит полигалактероновые кислоты, они являются замечательными совершенно увлажнителями. То есть у нас здесь с вами комплекс таких специфических поверхностных увлажнителей, которые как раз и необходимы для волос. Нам для волос, например, не нужны компоненты натурального увлажняющего фактора. Нас интересуют поверхностные увлажнители и аминокислоты, гидролизаты белков. Почему? Потому что они тропны к волосам волоса, это почти на 80% белок. И как раз следующим компонентом у нас идет фитокератин. Это гидролизованный протеин, соя и риса. И здесь выполняет, прежде всего, увлажняющие функции. Элькарнитин. Та же самая ситуация. На длину волос он не будет обладать никакими дополнительными функциями. Он просто очень-очень хороший увлажнитель. Алтей. Очень интересный экстракт. Почему? Потому что, во-первых, содержит богатую полисахаридную часть и является, как любые полисахариды, увлажнителем. И, кроме того, он содержит ритицин, который интересен тем, что умеет связываться с керакином кутикулы, придавая волосам своеобразную плотность. То есть волосы после использования шампуня будут ощущаться более плотными. Поэтому алтей я помечаю и как увлажнитель, и как отдельный актив в плане уплотнения волос. Витамин F идет у нас в полночь масло амаранта, потому что это тоже переживающий компонент, придающий волосам немного блеска и заодно защищающий кутикулу. Масло колстик яблока туда же. То есть объективно ничего, кроме защитного слоя, для длины волос они давать не будут, но это абсолютно необходимо. Натуральные ароматизаторы. Это абсолютный разлухпочек эфирное масло гальбановое полынь. У них функция здесь только ароматизирующая. Увлажнители. Смотрите, соли, молочные, асфабидовый инвентарный кислот. Они как раз характерны тем, что являются очень хорошими увлажнительными, в принципе, и для кожи, но в первую очередь для волос. И вот когда вы, например, делаете базовую рецептуру шампуня с содержанием вот этих увлажняющих солей или без них, то действия на волосы очень-очень заметно отличаются. Натуральный витамин Е здесь работает и как стабилизатор самой рецептуры, и как дополнительный антиоксидант, то есть ОФ-защита для волос, но в меньшей степени, чем Пальмария, поэтому я его здесь помечаю больше как технологический компонент. Витамин С тоже просто корректор ПАЖ, потому что дополнительные какие-то функции для длины волос, на самом деле, витамин С не несет, его пытаются часто позиционировать, как восстановитель, но на самом деле, он, конечно, не восстанавливает волосы, это просто корректор ПАЖ. Натуральные консерванты, наш любимый Непагарта Си, и витамина тоже как антиоксидант, стабилизатор рецептуры. Что мы с вами в результате получаем? Мы получаем очень мягкий шампунь, вот за счет вот этой композиции ПАП, в котором высокая концентрация увлажнителей, есть защитные пленкообразователи, которые будут дополнительно кутикулы защищать, и запущенный при этом альгинатом, имеющий в составе экстракт полисахаридной пальмарии, которые, именно вот эта вот композиция будет давать интересный эффект, с одной стороны, небольшого уплотнения волос, то есть волосы будут лучше лежать в прическе, будут чуть-чуть казаться толще, за счет чего это происходит? Это происходит за счет того, что вот эти вот гелеобразователи, они будут сниматься с волосами полностью, то есть их задача как раз оставить тоненькую полисахаридную пленочку на волосах, которая будет, с одной стороны, и поддерживать увлажнительность, у нас полисахариды за счет того, что они очень героскопичны, являются хорошими поверхностными увлажнительными, и с другой стороны, они будут давать вот эту плотность стволу волоса, и как раз за счет этого, например, достигается улучшение прикорневого объема, просто за счет того, что волосы небезвольно лежат, приподняты у корней, но вот как раз вот эти компоненты в составе требуют очень тщательного смывания шампуня. Почему? Мы привыкли зачастую, особенно когда мы говорим о сульфатных шампунях, которые характерны тем, что туда вообще не нужно добавлять гелеобразователь, то есть вы помните, да, у нас сульфаты загущаются добавлением обычной поваренной соли, и, соответственно, обычные шампуни на как у сульфате, на слез, на СЛС, и достаточно буквально вот несколько секунд сполоснуть по голове, и все, и вы спокойно, если волосы сушить, вас волосы будут как бы нормально чувствовать в плане того, что они будут отмыты. Но если шампунь сделан на мягких павах, мягкие павы очень тяжело загущаются, соль на них вообще не работает, как загуститель, то приходится добавлять большое количество гелеобразователей, и если это гелеобразователи не типа ксантановой камеди, которая не оставляет вот этой утолсяйся и узлотняющей пленочки на волосах, а типа полисахаридов водорослевых, то если вы недостаточно тщательно шампунь смыете, и вот эта пленочка полисахаридная будет толще, чем обычно, то волосы будут гораздо быстрее цеплять на себя внешнюю грязь, то есть вот есть ощущение, что как будто они не промыты, это не они не промыты, это просто не смыты, вот эта полисахаридная пленочка, которую нужно достаточно тщательно смыть, поэтому альгинатные шампуни нужно промывать, вот когда вы именно смываете, смывать с волос достаточно тщательно, и здесь вот нужно под себя как раз подобрать вот эту степень смывания, чтобы с одной стороны волосы уже не казались грязными, они не будут сразу казаться грязными, просто они очень быстро вот как раз вот эти полисахариды нацепляют на себя, вне смею пыли, будет ощущение, что волосы быстро загрязнились, или зажирнились, а это не жир, это просто полисахариды на себя нацепляли, но при этом с другой стороны у нас волосы достаточно уплотнелись, для того, чтобы появился прикорневой объем, и чтобы волосы стали более послушными, лучше лежали в прическе, поэтому вот самый основной секрет использования альгината в шампуне, это их хорошо смывать, если у вас есть ощущение, что они недопромывают, просто тщательнее смойте сам шампунь. На сегодня пока все, всем хорошего дня!